Гребники, которые в Задонск приехали за грибами Друзья мои, сегодня у нас будет такой челлендж Во-первых, я еду на остатки топлива То есть мне бензина может не хватить Я буду рассчитывать очень точно свой маршрут В общем, это произошло, мне с утра было некогда заезжать Я очень спешил к определенному времени А бензин у меня был на 160 километров А весь мой пробег будет порядка 200 Поэтому где-то нужно заправиться и не прогадать с этим И второй момент, я хочу объехать платную дорогу Потому что я не хочу платить бандитам за русскую землю По которой я передвигаюсь И я ее объеду хитро Навигатор нас будет вести в дебри Даже если поставить галочку объехать платную дорогу Навигатор все равно ведет криво Но этот район Задонский я хорошо знаю Поэтому я объеду ее и покажу, как Эту платку постоплаты Ну и пожелайте мне удачного путешествия Кому интересно, разговорчики в пути На тему челленджа Остаток бензина и челлендж Как объехать платку на М4 Ну, не всю платку на М4 Естественно, только Задонский участок Вот сегодня у нас в выпуске Ну, я как всегда на RAV4 2020 Комплектация комфорт полный привод 2.0 Это машина, которая заставляет меня радоваться жизни Дает возможность радоваться жизни И полностью меня устраивает Вот он транспондер у меня А вот она бесплатная дорога Воронеж-Москва Участок от Воронежа до Задонска Сейчас мы преодолеваем И я не собираюсь платить этим бандитам Когда у меня есть возможность поехать по бесплатке Вот это так называемая бесплатная дорога От Воронежа на Москву В районе перед Задонском И вот здесь вот такие пешеходные переходы Значит, с полицейскими, с лежачими Кто тут переходит? Тут ни школы нету, ничего нету Тут вообще никого нету Кто тут живет? Это сделано, чтобы фуры все ехали по платке И платили бешеные деньги То ли Ротенбергу, то ли какому-то другому Гинсбургу И вот такой издевательский светофор Где никто никогда не ходит В Хлевном Вот, пожалуйста Мало того, что здесь ограничение 30 Еще и светофор Нахрена он кому нужен? Он даже не по требованию, не по кнопке Он просто автоматически тормозит поток и все Ни одного жителя я тут не вижу на улице Вот, никого тут нету Никого тут нету Есть какие-то машины Вот еще один светофор Прошло 300 метров Какая забота Какая забота о жителях Хлевного Которых нету Сколько метров до следующего? Вон знак Сейчас посмотрим Ну, я не знаю сколько Ну, метров 200, наверное Они по госту даже не должны так близко стоять Вот здесь с полицейским Что здесь уже знаешь что? Остановись Вот мы раз икнули Сколько метров до следующего? До 150, не больше Вот следующий Ну, какая невлобенная забота о жителях Хлевного Я ничего не имею против жителей Хлевного Просто мы же видим, что что-то тут не так Что не из заботы о жителе Вот, а вот светофорный объект Сколько светофор стоил? Миллион? Больше? 20 20 А вот сейчас на красный мы встали Где люди? Где? Люди? Где? Люди! Ау! Вы где? Никого нету Ни одного человека За наши же деньги Эти пешеходные переходы Каждые 300 метров Лежачие полицейские Как перед школой Мы едем 20-30 километров в час Вот это все Что нужно знать О бандитской России Бандитской России Я надеюсь очень Что это Не навсегда И хотя бы Может быть Если не мы То наши дети Поживут Еще в свободной стране Конечно Если Бог удаст Вот он тебе пишет Платный участок На Москву Тыры-пыры То есть Убойся навигатор Вообще потерялся Я не знаю где ты Я не знаю кто ты Мне кажется Что вот этот вот Яндекс Он в сговоре С вот этими Бандюганами Которые сделали Платные дороги Потому что В очень В очень многих случаях Он мне выводит Исключительно По платке И мало того Что исключительно По платке Он выводит Когда есть выбор По самой дорогой Платке Так что Яндекс Который находится В Люцерне Штаб-квартира Швейцария Люцерн Яндекс Никакая не российская система Вот кто иностранный агент ВОЗ Иностранный агент На Москва И мы сейчас выходим На оплатку Между пунктами оплаты И это все по-честному Ребят Все по-честному Это не то Чтобы пробивать Шлагбаум Капотом И проезжать Или проезжать Особенно подло Проезжать вслед Тому кто заплатил То есть кто-то заплатил А кто-то пробивает Шлагбаум И за ним едет У него на хвосте Висит Но я считаю Это не честно Это неправильно Так что мы вот Вышли на федералку Вот эта вот Платная дорога И до Задонска Мы сейчас будем Спокойненько ехать Хотя можно было Поехать по параллельной Через Даньшино Вот сейчас мы Спокойненько здесь Проедем 34 километра У меня там Полховское Бензина у меня На 94 То есть мне хватит Туда И вот до вот этой Заправки назад А уже за заправкой За вот этой Вот за Лукойлом На мост Опять нам направили И объезжаем Платный участок И вертим Я так сказать На Волочке Ваши платные пункты Вот Но бывают случаи Когда приходится Проехать Приходится уступить Бандитам Заплатить Вот транспондер Я уже как показывал Висит Бывает что Нет возможности Ты опаздываешь Спешишь в Москву К какому-то времени Но когда у меня Есть возможность Я с удовольствием Ребята вас кину Вот что произошло Почему навигатор Перестал показывать дорогу Он вот Мне показалось Вот здесь вы должны ехать А эту дорогу Я не знаю Это я поставил Обход платных дорог У него В настройках Там есть такая фишка Можно поставить Обход платных дорог И он пишет Вот эту я не знаю Дорогу Вот сюда Вот езжайте То есть нельзя Так сделать Как я делаю Бандиты Присекают это Вот пишет Объезжайте Здесь я ничего не знаю Где вы едете Чего-то я не вижу А вот здесь Вот через Даньшино Вот здесь Вы правильно едете Он пишет Не знает Что так можно объехать Перекидывается Хотя даже в полях Дороги знает А тут вот он забыл Что вот так Можно проехать Оказывается Ох ты какой крутой Ну что же ты будешь делать Ну у него номеров нет Ему можно Я еду 120 Напомню В точку ушел Вот бы обратили бы Менты все свое внимание Вот на таких водителей Который Закрыл номера В разрез всех правил Едет 200 А может быть и больше еще То есть он пулей пролетел Мимо меня Я 120 еду Сколько он идет Он не создает Аварийную ситуацию Нет Ну нет конечно Пока в аварию не попадем Еще есть такое мнение Знаете Вот говорит Ну я кому помешал Я никому не помешал А что я сделал У меня все под контролем Да у всех у них Все под контролем Никто не едет попасть в аварию Все едут Чтобы вернуться домой Живыми и здоровыми Только кто-то едет По правилам А кто-то нарушает Говорит А что такого Да подумай Что это ерунда какая Ну и потом Не буду говорить дальше Что все и так понимают Так друзья мои Бывает Вот мне навигатор показывает Что я здесь должен повернуть А я здесь не поверну Да 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 Круговое движение Все Ешьте сами А мы поедем прямо Вот эта дынка над доном Такой туман Сильный-сильный Перепад температуры Сейчас плюс 4 Дон еще теплый Вот и здесь Как бы вот так Вот будет Может даже гололед быть Но вряд ли Земля теплая еще Вряд ли будет гололед Единственное Что туманки надо включить Включили туманки И здесь будет еще один поворот И мы въедем прямо Перед Болховским И вот туда мы как раз поедем Потому что там сейчас По Задонску По ограничениям По этим ехать Вот Задонск Показывают Вот здесь Вот сейчас будет поворот Где-то здесь Вот он Задонск Точно Надо бы вот сюда Уходить Ага Ага И вот здесь Вот никто не знал А мы здесь Нырнем Так Может все туманки Выключать Нафиг Такие вот дела Ребята Приходится Мухлевать Чтобы проехать По бесплатной дороге По родной Земле И чтобы не платить Иностранным агентам Захватчикам И прочим Персонам Неизвестной Национальности И гражданства Мзду за проезд По дороге По собственной В родной Земле Итак У меня показывает Навигатор Что Показывает Компьютер Машины Что останется Бензин На 68 километров Строим маршрут От того Где место Где я нахожусь До Лукойла Получается 25 километров По любому 25 километров Но мне нужно Заехать На источник Еще А до него Я только что Выстраивал Маршрут До него Отсюда 12 Значит Отсюда 12 И от него Еще 10 Допустим Да То есть Вот этот Аппендикс Который Нужно заехать То есть Получается 25 Плюс Условно 20 Получается 45 А останется Бензин У меня На 68 Остаток Мне должно По любому Хватить Кто не рискует Тот не пьет Воду Со святого Источника Это наш Равчик Набрали Мы Ладой Но Немного В этот раз Чтобы В очередь Не смущать 30 литров 10 20 Закрепили И И наш Челлендж Доехать До заправки Переходит В активную Фазу До заправки У нас 36 Километров 36 От источника Буду знать Сейчас посмотрим Что нам покажет Компьютер Итак Датчик бензина У нас Показывает Чуть меньше Четверти Примерно Одна пятая Лампочка Не горит Вот я Насколько я знаю Еще При загоревшейся Лампочке Еще Километров На 50 Тире 100 Хватает Бензина Сейчас посмотрим Что покажет Компьютер Он примерно Правильно Показывает Итак У нас 59 До заправки 59 До окончания Бензина Показывает Компьютер И 36 До ближайшей Заправки Ну Казалось бы Никаких проблем Быть не должно Поехали Выезд На платный Участок Пэра Через 100 Хрен тебе Егорка Не поеду Я на платный Участок Каменька Я поеду На бесплатный Участок Хватит По своей земле Надо ездить За бесплатно Закрытая Заправка И вот таких На пути Была уже Вторая Или третья То есть Она вроде бы Есть Она и на карте Есть Но по факту Она закрытая И на ней Не заправишься Поэтому Рассчитывать На нее Сложна Ну Надеемся Лукой Надеюсь Будет Открыт И вот Стрелочка Уже У меня На половине Первой четверти Почти На половине Показывает Он остаток 45 А здесь У нас Остаток 19 До заправки Пробега Ну Вроде бы Все Должно Хватить Нормально Единственное Что Может Красиво Как внизу Желтые Какие деревца Такие Вверху Зеленые Такое Сочетание Единственное Что Может Омрачить Это Какая-то Неожиданная Пробка На дороге Где надо Будет Пусть Пользовать Бензин Там Стоять Ждать Либо Если Закрыта Заправка Тогда Это Тоже Может Омрачить Несколько Ситуаций Но Будем Надеяться Что Ни того Ни Другого Не будет Настойка Лукой Все Может Сказать Что Я приехал Спасываю Квиз Остаток 29 Остаток 29 Километров И Лампочка Еще Не Горит Все Я Выполнил Задачу Если Заправка Открыта То Все Вообще Будет Хорошо Какой Стойку Сварили Не Не Пойми Чего Заправка Закрыта Что Ли Не Понял Вот Это Да Вот Это Номер Так Друзья Мои Челлендж Продолжается Лукойл Оказался Закрыт На той стороне Открыт Но я не хочу Разворачиваться Вот это Ухудшает Ситуацию Ровно Ровно Полностью Ухудшает Ситуацию 29 Километров Остаток У меня Пути И Когда Будет Следующая Заправка Я Честно Сказать Даже Не Знаю Ну Че Теперь Начинается Самое Интересное Поехали На хлебной Объезжать Платку Вот как бывает Она В той стороне Открыта Можно В ней Раскрутиться Но Дело в том Что здесь Я раскручусь Оттуда Потом Мне там Чуть Не Через Через Гнилуш Придется Раскручиваться Очень Очень Большой Крюк Ну Че Посмотрим Что У нас Здесь Ждет Авось Доедем Так Низкий уровень Топлива В баке Загорелся У нас На 28 Километров Загорелся Ну Че Едем На ура Даст Бог Где нибудь Заправимся Сейчас Сейчас Посмотрим Что У нас Ждет Поехали Объезжать Платку А там Будем Посмотреть Ребята У меня Нет Вариантов Вот Роснефть Попалась Больше Заправок Приличных Не будет У меня 27 Киллитров Остаток Уже Горит Аварийный Остаток Топлива Поэтому У меня Нет Вариантов Заезжаю На Роснефть Потому Что Дальше Неизвестно Вообще Что Нас Ждет Че Тут Евро Не Евро Че Тут Дизель 95 Есть 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 95 Четвертая колонка 95 На 2 100 Можно Заправиться Да Че Че Не взял Лукой Закрыт Я Не Ожидал Шост Лукой Закрыт Забит Не Знаю А у Меня Там На 27 Километрах Остаток Поеду Роснефть Закрыт 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 Спасибо Спасибо ну что друзья наш челлендж подошел к концу потому что я заправился на роснефти и у меня не было вариантов все удивляются чем лукойл закрыт на росте фичу лукойл закрыты верну до нифига себе лукойл закрыт я залил сейчас не по полный бак а залил я на 200 потому что больше денег нету и 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 Субтитры подогнал «Симон»